Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Вероника, и вы на моем канале WayToTaiTV, жизнь в Таиланде. И в этом видео я хочу подвести итоги 2018 года, рассказать вам планы на 2019 год, и, конечно же, поздравить вас с наступающим Новым Годом, и всем, кому это интересно, еще и с Рождеством. Итак, начнем с подведения итогов 2018 года. Вы, кстати, делаете такие срезы. Я вот, допустим, после того, как завела YouTube-канал, каждый год записываю подобное видео, и, конечно, еще для того, чтобы поздравить вас с наступающими праздниками. Мне очень нравится высказывание одного предпринимателя, который советует оценивать свои результаты, свой год по событиям, которые в нем произошли. А в этом году у нас произошло просто миллион событий, о которых я хочу вам рассказать вкратце. Надеюсь, вам тоже будет интересно, это вас мотивирует, возможно, на некоторые достижения в следующем году. И вы там новогоднюю ночь себе в цели и желании, может быть, что-то от меня напишите. Итак, в этом году у нас жизнь кардинально изменилась, потому что практически в начале года, где-то с февраля, мы решили, что мы впускаем в свою жизнь активный спорт, а именно бег. Потом это очень быстро у моего мужа сразу превратилось в триатлон. Он, на самом деле, всю жизнь мечтал пройти триатлонную дистанцию, но сейчас, наверное, такой тренд, возможно, в России он уже под угас. До нас только, наверное, до нашей семьи, тренд Ironman только недавно дошел. Вот, и мой муж решил стать Ironman, хотя он и был Ironman. И весь этот год мы провели в поисках каких-нибудь соревнований, мы на них постоянно выезжали. Мы посетили, наверное, более десяти спортивных всяких соревнований. Это там, где мы участвовали активно. Также у нас были случайные варианты, когда Дима просто поехал утром на тренировку и попался на соревнования по велоспорту, и тоже в них участвовал, просто въехал в толпу, никому ничего не сказав, и потом еще получил медаль. Этот кубок, который у меня вот здесь на заднем плане стоит, это мы участвовали в семейном забеге. С нами участвовала и Алиса, он был на три километра. И мы там заняли первое место в своей категории, в категории семьи на три километра. И вот у нас получился такой вот суперкубок, нам его дали. Алиса была в полном восторге, она вообще счастлива, и у нее есть, конечно же, своя медаль за этот забег. Я сейчас хочу показать вам все медали, которые мы заработали за этот год. Вот столько у нас медалей получилось в этом году, это все медали. Это медали на совершенно разные трассы. Я хотела вам показать самые памятные. Вот это вот медаль за мой первый забег, но я бежала на 13 километров и заняла в своей категории шестое место. Также в этом году мы с Димой, несмотря на то, что я вообще начала бегать с нуля, а Дима, он как бы всегда занимался активным спортом, бег для него и, конечно, циклические нагрузки были чем-то новым. Но в этом году я в сентябре и Дима, по-моему, в начале августа, мы пробежали полумарафон. Это моя медаль за полумарафон, я ее пробежала на легендарной реке Квай, я думаю, вы тоже все это знаете. И до сих пор, к сожалению, не смонтировала это видео, я его выпущу в следующем году. Возможно, вы напишите, что это не актуально, но это моя история, мой код. Мне очень хотелось завершить все видео, которые я наснимала за год и выпустить их до Нового года, но это, к сожалению, нереально. Да вы столько видео и не посмотрите. И Димина медаль, он свой полумарафон пробежал в Паттайе. Паттайя полумарафон, вот это его медаль. А вот это медали, которые мы получили за семейный забег, и это три вот таких вот одинаковых медали. Фух, рука устала ее держать, была мысль нарядить елку медалями, но она бы вообще упала, и ничего бы хорошего из этого не вышло. Этот спорт, он вообще кардинально изменил нашу жизнь. То есть мы, на самом деле, мы, то есть мне 30 лет, Диме 33, мы никогда не занимались профессиональным спортом, никогда не участвовали в соревнованиях, но настолько это нас заразило. мы встаем в 5 утра, даже встаем в 4 утра, потому что забеги в Таиланде начинаются в 6 утра, пока не наступила жара, мы бежим, мы радуемся, мы получаем большое, огромное количество энергии от тех людей, которые рядом с нами бегут. Это очень здорово. И я хотела бы отметить, что вот такая вот увлеченная спортом, Дима тренируется 2 раза в день, так как он теперь у нас 3 атлет, и, понимаете, это 3 вида спорта, это плавание, это вел и это бег, и все эти 3 направления нужно очень хорошо тренировать. И Дима замахнулся же на самую страшную дистанцию, это Ironman. Вот, это очень сложно физически, поэтому он очень много времени уделяет этому. И казалось бы, а у нас просто жизнь ускорилась, то есть мы находим теперь время на все, больше есть энергии, меньше хочется спать, больше хочется двигаться. Конечно, есть периоды наоборот, когда такой стагнации, и тогда мы уезжаем в путешествие. И в этом году у нас очень было много интересных путешествий, и сейчас я вам тоже про это расскажу. Я взяла, мне тут все написано. В этом году мы в начале года, в февраль целый, привели целый месяц на самую. Мы там жили, сняли дом, к нам приезжали наши родственники, это Димина сестра с семьей, мы там вообще отлично проводили время. На самом деле, это было прямо полноценная жизнь, в течение месяца на острове. Мы туда поехали на своей машине, которую купили в Таиланде, и ехали несколько суток через город Хуахин. И там провели три дня по пути туда, на самую, и по пути обратно. То есть это было очень такое большое масштабное путешествие, на которое мы раньше с Алисой не решались, а теперь мы в этом году решились, и нас уже вообще не остановить. Также свое 30-летие в этом году, свой день рождения, я решила провести с семьей в древнем городе Аютая. Мне казалось, что это очень символично, поехать в город Аютая, и при этом отпраздновать там свое 30-летие. Было очень круто, сейчас поставляю еще кадры, видео на YouTube я еще про это не выложила, но обязательно это сделаю, потому что поездка была крутая, и мне хочется вам рассказать, скажем так, снабить этот видеоряд какой-то полезной информацией про Аютаю, и чтобы вы могли благодаря моему этому видео подготовиться к своему самостоятельному путешествию в это место. Далее мы два раза посетили Качанг. Первый раз мы ездили в июле, и сейчас вот практически неделю назад вернулись со второй нашей поездки на Качанг, и первая была совсем не в сезон, мы вот как раз у нас такая, напала на нас, скажем так, усталость, и мы хотели просто от всего отдохнуть, уехали на три дня, при этом там была не очень хорошая погода, кому интересно, вот про все, что я буду говорить, я оставлю ссылки. Внезапно мы поехали на Качанг с друзьями, которые, кстати, в этом году получили в Таиланде. Миша, Саша, привет! И Маше тоже, привет! Совсем другая была погода, совсем другой был Качанг, и об этом я вам еще расскажу на своем канале в виде видео. Также в этом году я лично съездила на реку Квай два раза, один раз с инспекцией, мне очень понравился такой формат, еще я ездила в некоторые места с инспекцией, на некоторые экскурсии, вот оставлю вам ссылки внизу, и второй раз мы ездили, как я уже сказала, с семьей на реку Квай, самостоятельно на машине, и я там бежала свой первый в жизни полумарафон, было очень здорово, я его пробежала с нереальным, по-моему, для себя временем, то есть я рассчитывала на 2 часа 30 минут, а пробежала его за 2 часа 10 минут с копейками, то есть это было просто такое для меня открытие, при этом трасса была вся с горами, было очень сложно, но как-то одновременно сложно, одновременно классно, потому что мы там бежали с людьми, с сильными атлетами, это очень заряжало, никто не хотел останавливаться. Я что-то опять на спорт перескочила, но, как я уже сказала, спорт очень в нашей жизни много сейчас занимает времени, и поэтому мы для того, чтобы, скажем так, разделить аудиторию, потому что я стала выкладывать видео на свой основной канал на ютубе о спорте, но они как бы не сильно заходили, но очень большое спасибо тем, кто писала комментарии, молодцы, там, тра-та-та, ну а что еще скажешь, молодцы, мы их правда молодцы, поэтому, чтобы, скажем так, разделить аудиторию, я создала второй канал, он называется Sport Travel Family, на который мы будем выкладывать как раз вот эти вот наши соревнования во всех, надеюсь, уголках мира, пока там наши соревнования по Таиланду, так что кому эта тема интересна, приглашаю на наш новый канал, обязательно подписывайтесь, потому что канал вообще свежий, там, ну, объективно, пока еще мало подписчиков, очень нужна ваша поддержка, чтобы канал начал, чтобы видео, которые выложены на этот канал, стали показываться другим пользователям, которым, конечно же, это интересно, я стараюсь очень качественно подходить сейчас к своему контенту, и тут мы плавненько переходим к моему достижению, к событию, да, очень важному для меня, которое произошло в этом году, это то, что мое видео «Семь минусов жизни в Таиланде», скажем так, название-то не очень такое, отрицательное, наконец-то пробило для меня просто нереальный потолок в 100 тысяч просмотров, и принесло мне очень много вас, подписчиков, я надеюсь, что я так буду продолжать вас радовать, или удивлять, или почему вы еще после этого видео решили подписаться на мой канал, спасибо вам за комментарии, за вопросы, конечно, не все комментарии были мне лицеприятны, очень много, скажем так, ну, обидного, да, какого-то обидного, потому что люди, не разобравшись с ситуацией, смотрят контент, который специально был создан, чтобы эпатировать, чтобы вы на него посмотрели, чтобы обязательно вы что-то сказали, там, за или против, вы же понимаете, что это специально было так сделано, я надеюсь, там все адекватные люди, вот, и при этом вы так серьезно к этому относитесь, ну, конечно, здесь куча плюсов в Таиланде, и я обязательно сниму отдельное видео про плюсы жизни в Таиланде, почему мы здесь живем, и так далее, но мы скоро уедем, и это уже информация из второй части видео про то, что мы планируем делать в следующем году, если говорить о нашей работе, нашей финансовой деятельности, о наших финансах, кто, кстати, кто не в курсе, кем-то мы работаем, я сейчас не буду об этом рассказывать, оставлю ссылку под видео, я думаю, что там я в видео прям очень подробно все рассказала, смотрите, кому интересно, в общем, мы занимаемся сайтами, и в этом году, прям в начале года, ой, в конце года, у нас прям каждый год, знаете, такое ощущение, возможно, оно у вас тоже есть, когда вот год кончается, и кажется, что ты что-то не успел, тебе надо срочно делать что-то, и у тебя куча дел, куча идей возникает, у нас всегда за месяц до Нового года такая история, и Дима за месяц до Нового года запустил сейчас вот новый проект, сейчас очень активно им занимается, выгоняет нас из дома, и с Алисой, чтобы мы не мешали ему заниматься этим проектом, и так же это было и в прошлом году, в общем, на Новый год у нас уже есть новый проект, а в этом году, в течение года мы новых проектов не запускали, занимались активно старыми, они у нас растут, и все, в принципе, в этом, в этой истории очень позитивно, Дима, мой муж, так как он занимается в основном нашей финансовой деятельностью, то он напишет на отдельный пост про это, про наши финансовые итоги года, на нашем сайте waytoday.ru, в нашем семейном блоге, который мы ведем с начала нашего приезда в Таиланд, и вот там вот он любит чего-нибудь пописать, так что заходите, почитайте. Что касается Алисы, ее успехов в этом году, как нашего члена семьи, она в этом году первый раз пошла в школу, несмотря на то, что на данный момент ей еще нет 4 лет, она уже ходила в школу, причем школа тайская, ну, это садик, да, по возрасту это садик, но там нет игрушек, то есть это настоящая школа, ты ходишь в форме, выполняешь задания, у тебя есть расписание, и она большая молодец, отлично с этим справилась, она ходила туда один семестр, и потом мы решили прекратить это мероприятие, так как, несмотря на то, что у нее классные успехи, она заговорила на английском языке, там, выучила буквы, и вообще очень стала самостоятельной барышней, она стала очень много болеть, и с ней стали болеть мы, то есть в целом для семьи это возымело им в плане здоровья отрицательный такой эффект, а так как мы еще занялись спортом, и Дима активно готовился к различным соревнованиям, очень важным, то когда она заболевала, заболевала потом я, потом заболевал он, то все вот эти вот старания его уходили на смарку, и мы решили прекратить этот пока эксперимент со школой, в общем, и сейчас она у нас ходит в различные кружки, в том числе на английский, на математику на английском языке, на гимнастику на английском языке, и в принципе это вот детсадовские развития, мы восполняем вот этими кружками, везде ее возим, и знаете, мне в целом это даже пока, вот для ее возраста, мне этот вариант даже намного больше нравится, мы проводим много с ней времени, у нас это время, слава богу, есть, мы всей семьей везде путешествуем, ездим, а школа нам бы это не позволяла делать. Также в этом году мы привозили Диминах родителей к нам сюда на месяц отдыхать, они жили в нашем Кондо, что мы тоже считаем классным событием, отлично отдохнули, также приезжал наш племянник, Лешка, привет, да и вообще все наши родственники, привет, я надеюсь, вы посмотрите это видео, вот, и это было здорово, то есть прям такой, кстати, интересный год, мы много друзей получили к нам в Кондо, вот даже за сухым видом приезжали такие замечательные люди, спасибо всем, кто был в этом году с нами, большое спасибо. Еще одно из моих желаний уже давно в Таиланде было сняться в каком-нибудь фильме, в клипе, ну, вообще, побыть там в массовке на телевидении, и вообще посмотреть, как это все происходит, и в этом году наконец-то я это сделала, и Дима тоже снялся в сериале. Получается, что я тут записала, то есть я снялась в два раза в сериале, это был один и тот же сериал, просто в разные дни, разные съемки разных серий, Дима один раз снялся в сериале, а далее я решила, так как у меня большое танцевальное прошлое, я решила выйти на тех менеджеров, которые набирают танцоров для съемок в индийских клипах, либо в тех же самых индийских фильмах, где там, ну, знаете, много танцев, и у меня это все получилось, и таким образом я снялась один раз в индийском клипе, два дня я снималась в танцевальной части индийского фильма, даже пару раз поработала в клубе, то есть за этот год я заработала на вот этих мероприятиях 21 тысячу бат, вот. Съемки в клипе, кому интересно, стоят 4,5 тысячи бат, от 4,5 до 5 тысячи бат в сутки, ну, сутки это 12 часов работы, в сериале мы снимали за полторы тысячи бат, но это совсем массовка, то есть мы вообще ничего особо там не делали, там стояли и изображали там в одном случае толпу, которая собирается зайти в магазин, ну, в другом случае просто сидели, типа мы сидели в ресторане. То есть, ну, да, перейдем к, скажем так, части видео, которая касается плана на следующий год. Здесь все просто. Оказалось, как раз та основная мысль, которую я хотела донести в видео всем минусам жизни в Таиланде, но, по-моему, ее не все поняли, я говорю о том, что Таиланд, скажем так, он больше забирает за то, что вы живете в таком вот классном климате, вкусно кушаете, но мало что дает. И так как у нас подрастает дочка, мы понимаем, что нам было бы хорошо подобрать для нее другое, более интересное место. И мы стали смотреть, куда же нам податься, рассматривали различные варианты. В Таиланд мы всегда успеем вернуться, нам здесь очень нравится, но мы немножко переросли и, возможно, наелись всего того, что здесь есть. Мы уже здесь практически все знаем, и с нами ничего особо именно в плане Таиланда нового не происходит. Ну, еще как бы вот эта тема, что путешествовать мы можем практически только по Таиланду, а не по всему миру, как мы хотим, нас немножко как бы гложет. Вот, поэтому мы приняли решение уезжать из Таиланда на следующий год. И как же все будет? Мы решили, что уже весной, в начале марта мы двинем из Таиланда, двинем в сторону России сначала, потому что мы хотим повидаться со всеми родственниками нашими, и мы поедем в Сочи. А там мы будем уже несколько месяцев. Уже там мы зарегистрировались на триатлон Iron Star. Мы еще посмотрели там пару интересных мероприятий в Сочи, и планируем там пробыть около двух месяцев. Контент из Сочи тоже будет классный. Кстати, мы туда поедем и планируем долгое время жить на Красной Поляне в отеле за 500 рублей в сутки. Там в межсезонье вот такая вот классная акция. Ну, об этом, конечно, позже, когда туда приедем, я вам все расскажу, покажу. Если сейчас хотите об этом узнать, пишите в комментариях, буду в этих вам комментариях отвечать. После этого мы, возможно, поедем к друзьям. Они, наверное, еще не знают, в прошлом году они нас приглашали, в этом году, не знаю, по-моему, официального приглашения бы еще не было, но мы поедем в сторону Волги, хотим посмотреть Казань, просто посмотреть, потому что, мне кажется, это очень такой классный город в России. Далее мы хотим поехать в Новосибирск, откуда мы, собственно, и родом. Там сейчас живет родители, Димина родители, Димина сестра. У нас уже запланировано несколько стартов в Горно-Алтайске, в том числе восхождение на Белуху. Это трейл, где надо идти долго, там что-то 18-40 километров. Также на Алтае будет проходить еще триатлон. Дима уже туда тоже зарегистрировался. В общем, спорт он у нас, значит, так вот взял и построил кучу планов на следующий год. Кстати, самое начало года у нас, получается, это в феврале Дима будет проходить настоящий Ironman, половинку Ironman. То есть не дистанция аналогичная Ironman, а прям по франшизе Ironman. В общем, как раз он к этому сейчас готовится. Я там планирую прибежать 10 километров на мероприятии, скажем так, поддерживающем. Вот. В общем, мероприятие очень будет крутое. Мы туда уже арендовали там отель на три дня, и друзья с нами туда поедут нас поддерживать. Так что будет здорово. Обязательно вам все попытаюсь передать через видео, все эти эмоции, которые нас там будут накрывать. И потом мы, после того, как нагуляемся в Новосибирске, двинем в Турцию, планируем купить туристическую путевку и поехать в Турцию. Да, мы выбрали для теста, для новой своей жизни Турцию. Не думаю, что это видео должно включать информацию, почему мы так выбрали. В общем, там классно, там тоже вкусно, там интересно, там рядом Европа, оттуда можно выезжать, там классный визовый режим. Пока для нас это вообще все классно. То есть я очень этим заразилась. У меня прям уже все. Турция лучшее место в мире. Я на самом деле многое не знала о ней. Там только очень много красивых мест для путешествий, которых никто... Турция русскими воспринимается очень однобоко. Хотя там просто какой-то волшебный мир. Там столько разных мест. Мы туда поедем, и я буду вам этот мир открывать. И мы проверим, так ли это на самом деле, как сейчас в моих розовых очках. Я, конечно, понимаю головой, что все не так. Но везде есть свои плюсы, свои минусы. Но в следующий год, то есть получается уже к сентябрю, к половине года мы доедем до Турции и будем вам все там рассказывать, как мы там обживаемся, какую квартиру снимаем, что у нас там с визами. В общем, вот такой контент вас ожидает. В общем, следующий год, он настолько, наверное, первый год, который настолько уже много всего там запланировано в плане перемещения. Уже начались новые проекты в интернете, которые мы планируем делать. И я настолько заряжена для вас делать видео, что вообще классно. То есть этот год был супер, и следующий будет еще лучше. На этом, пожалуй, все. Я, наверное, уже тоже подзатянула это видео. Я очень рада, что вы со мной, что вы меня смотрите. Вам большое спасибо за ваши комментарии. Оставляйте, кстати, почаще. Большое спасибо за лайки, за дизлайки тоже. Ну, кстати, если дизлайк, то, пожалуйста, пишите в комментариях, с чего вдруг. Ну, с чего вдруг. Потому что что? Дизлайк – это тоже должно быть средство для того, чтобы что? Человек рос над собой. Вообще все здорово. Все здорово. И я вам желаю, чтобы какие-то проблемы этого года ушли вместе с этим годом из вашей жизни. Чтобы вы в новогоднюю ночь написали 50 своих желаний на следующий год, и все их 50 выполнили. У нас такая в семье традиция, мы всегда так делаем. И это заряжает, на самом деле заряжает. Главное, не потеряйте эти листочки и периодически туда заглядывайте. Я хочу, чтобы следующий год, он для вас открыл какую-нибудь новую вселенную, новую параллельную реальность, и вы что-нибудь в этой параллельной реальности для себя попробовали. Я желаю вам, чтобы счастье наполняло ваш дом, чтобы все в семье ваши были здоровы, чтобы все были рады. побольше путешествий. Не знаю, для меня это важно. Я думаю, что для тех, кто смотрит мой канал, это тоже важно. Поэтому, да, я желаю вам побольше путешествий. Я желаю, чтобы вы были счастливы. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся в следующих видео. На канале Вейтутай ТВ и на новом нашем канале Спорт Трэйвел Фэмили. Спасибо, пока-пока. Мерри Крисмас и Хэппи Нью Гер! Капунка, see you!